Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела замечательные и немного грустно, потому что нужно уже улетать, и это будет последний влог из Кореи в эту поездку. Сейчас мы приехали в район, где очень много магазинов. Я хотела себе здесь некоторые аксессуары посмотреть, плюс поесть фруктов в стекле, которые очень популярны в ТикТоке. И завтра еще у нас будет заключительный ужин с корейским другом. И, собственно, все. Все купили? О, вы с собой взяли? Круто! Тогда что-то можем поесть? Вот, Виктория. Мы пока что гуляем. И да, это грустно, но ничего. Потом либо Виктория прилетит, либо я снова прилечу. Короче, разлука будет недолгой. Мы решили, что Вика не поедет провожать меня в аэропорт, как это она любит делать обычно, потому что у меня рейс ранний, и я говорю, лучше поспать в это время. Пришли с Викой в магазин. Сейчас посмотреть всякие штучки. Но здесь, кстати, на лето нет ничего. Да, уже все. А украшения здесь как? Были нормальные? Украшения вот так себе надо смотреть. Ага. Музыку отключили наконец-то. Невозможно здесь всегда музыка играет. В итоге мы взяли, смотрите, геттеры вот такие. И две базовые белые футболки. Они просто супер качествуют. Это ты купила? Да. Сказали, 7 сюрпризов. А внутри? Это было. А, фейк. 7 наклеек. Может, 7 наклеек, 7 сюрпризов? Я не знаю. И вот взяли базовые футболки, потому что они всегда нужны. Они просто не застирываются в этом их прикол. Так. Здесь все заведения работают где-то с 4-5 часов, потому что это такой ночной район молодежный. И все готовятся именно к вечеру. Мы сейчас поедим. И решили дальше в шею-магазин ехать. Я думала, там кое-что купить. Но потом поняла, что все-таки все. Перебор там в багаже. В следующий раз прилечу. В следующий раз заберу. А то я уже... У меня, получается, два больших чемодана. Один маленький чемодан. Ну, то есть я дополнительно покупала. Еще брать дополнительно я чисто физически не смогу это все утащить. Это же нужно все грузить на ленту. А я хрупкая девушка. Ну, благо, что мне помогают обычно мужчины. Ой, наконец-то будем есть мясо. Там разных видов у нас. Пяти видов, по-моему, говядина. И будем сейчас есть вместе с вот таким супчиком. Столько много посуды, конечно. Вот. Я очень люблю, когда говядина не маринованная, а сырая. И именно корейская. Она очень качественная. Ну, естественно, я по цене она дороже, чем другое мясо. Но зато там есть реально вкус мяса. Без маринада, без соуса, без ничего. Единственное, я люблю, конечно же, кунжутное масло и соль макать. И это очень вкусно. Так что, да, друзья, вот такой вот... А, ну, мы еще завтра пойдем есть говядину корейскую, которая приравнивается. Ровно такая же, как и японская вагю. Вот. И здесь мы сами жарим. Хорошо, что сегодня народу здесь нет. Вот видите? Вообще абсолютно. Ну, пару столиков там сидят. Они только недавно пришли. Вечером здесь просто вообще, капец, очень много народу, конечно же. Что круто, то, что в каждом заведении дают закуски. Но здесь их дают очень мало почему-то. Так, друзья, и еще одна покупочка. Моя только что пришедшая. Распаковала я ее только что. Та-дам! Смотрите, какую сумку я взяла. Это бренд Mark Jacobs. И я ее взяла только для того, чтобы носить ее, во-первых, в спортзал. Потому что она очень большая. А, во-вторых, носить ее, возможно, для путешествий. То есть она будет такая универсальная. Долго думала, какой размер взять. Это у меня размер large. Предпоследний. Потому что есть еще самый огромный. Сюда спокойно поместятся кроссовки, одежда. Ну и куча всего. Это на случай, когда нужно много чего взять. Вот. И думала, какой же цвет взять и с какой тканью. Потому что их очень много вариантов. Прям вот супер много. Посмотрела парочку американских обзоров. И поняла, что мне нужен черный цвет. Именно в таком варианте. Потому что она тогда не тяжелая. Вот. И она очень крутая. Здесь внутри есть органайзеры для всяких карточек. Это очень прикольно. Поэтому почему бы и нет. Мне как раз таки в моем гардеробе не хватало вот такой вот сумки. Я сначала думала, что взять сумку именно такого размера Louis Vuitton. Но потом подумала, что та будет тяжелая. Посмотрела обзоры. Действительно. Если я ее набью, это будет тяжело. А я себя знаю. Я тяжелые сумки носить не буду. И к тому же я подумала, зачем мне нужна сумка там за 2-3-4 тысячи долларов. Которая будет просто сумкой в спортзал. Нерациональная. Я подумала, что я возьму вот такую. Кстати говоря, когда я пошла в официальный бутик. Там она стоила вот именно вот эта модель. Где-то 500 тысяч вон. Это где-то 450 долларов. А мне ее удалось купить за 250 долларов по скидке. То есть это было дешевле. Потому что сезон, я так поняла, на вот эту вот ткань сейчас еще не начался. Или уже, можно сказать, закончился. А мне она как раз подойдет, даже если я ее захочу взять с собой, допустим, на пляж. Несмотря на то, что она черная, она все равно стильно смотрится. И вот так вот. Прикольно. Я рада. Так что, друзья, что-то у меня мои покупки. У меня их очень много получилось. Часть я там показала, часть я здесь показала. Но можете потом посмотреть мои основные покупки на основном канале. Там выйдет ролик. А сегодня я уже окончательно хочу собрать чемоданы. Причем один чемодан у меня будет полностью с люксовыми покупками. Потому что люксовые покупки нужно показывать на досмотре при оформлении багажа. То есть там специально смотрящий контроль нужно пройти. И чтобы удобно было, чтобы мне нужно было два чемодана распаковывать, я решила в один чемодан полностью. И то там места не хватает. Но посмотрим, постараемся упаковать сегодня это все. И в принципе все. Да. Но я к тому же рада, что у меня большие чемоданы. Вот. Они такие удобные, классные. Так что я их смогу сама катить. И, кстати говоря, вот мою модель чемоданов, которую я брала, получается, 5-6 лет назад, она очень классная. А сейчас вышли обновленные. То есть обновленные, там увеличенные колесики. Ну, потом, когда буду в аэропорту, может быть, поснимаю вам еще, как выглядят чемоданы. Чтобы тоже знали, какие чемоданы стоит покупать, на что стоит обращать внимание. Вот. Ну и, собственно, мы сейчас посидим, отдохнем. Вечером, может быть, какой-нибудь фильмец посмотрим. Госпомолокосов. Да. Теперь такие фильмы. Да, мы с их решили, что нужно нам посмотреть такой фильм. Потому что, чтобы понять вообще, о чем дети думают младенцам, это уже. Друг у нас тоже такой. Да. Потому что иногда думаешь, он что-то там замышляет по-любому. Ну что, друзья, сегодня мы идем сейчас в ресторан. Будем есть вагю, говядину. Вот. Это уже последний наш заключительный ужин. Сегодня дождь на улице пошел. Вот. Я, собственно, вот так вот оделась. Уже все упаковала абсолютно. Поэтому в этой же одежде я завтра с утра уже уеду в аэропорт. В 5 утра мне нужно встать, чтобы приехать в аэропорт. Там очень быстро время идет, потому что аэропорт очень большой. Плюс мне нужно еще оформить все свои покупки. Это тоже займет время. И нужно все хорошенечко подготовить. Идем с парковки. Это такой достаточно тихий райончик с задней стороны. Что меня удивляет, здесь достаточно чисто. Хотя рядом район с иностранцами, и там вообще не очень чисто. Ну а так вообще на улице очень тепло. Я, кстати, хожу в своих углах, и они капец как удобные оказались. Ну, не капец как удобные, но просто удобные то, что как галушки. Раз засунули ногу, и все. Уже пахнет мясом, да? Пойдем. Малышу как раз месяц всего лишь. Представляете? Месяц я улетаю. Ну ничего, мы отпразднуем сейчас это дело. Замаслим. Так, друзья. Николай забронировал столик в ресторане. Вот. И мы уже пришли, и нам все подготовили. Сейчас еще придет наш корейский друг. Вот. Салаты. Кстати, я там видела, можно в неограниченном количестве, да, тоже взять? А я не знаю. Салат-бар я там видела. Ага. Уже все нам принесли. Ну, слушайте, прикольно и приятно, да? Это такое целенькое место. Такие вот места есть не именно формат ресторан, но еще и как а-ля забегаловка, где сами просто барбекю жарите. Вот. Но здесь прям чувствуется. Разница большая, знаете ли. Вот. И запарились немножко над тем, чтобы все это красиво века украсить, все в тарелочке разложить. На углях. Да, нас ждали, и это приятно. Вот и принесли мясо, смотрите. А вот и досол. Что-то там про меня говорят, да, нельзя? Ну, потому что завтра я улетаю, всем грустно. А вот и углях принесли. Амсамни, да. Вот это самая говядина. Она просто и выглядит как премиальная, да? Она уже совсем другая. Она видно, что она сейчас будет вкусная. Корейцы не так часто едят говядину, что аж досолю ее сфотографировал, чтобы позже в интернете, в соцсети выложить. Они в приготовленном виде должны прям мутать по рту и немножко дают сладким вкусом. Потому что мы уже ели как-то еще с начальником Кима. Вот. Кстати, ролик досолю сможете посмотреть на канале Николая. Ссылочка будет в описании под этим видео. Сколько всего несут? Я не знаю, прям, как мы это все съедим. Вот в этом, друзья и Корее, очень много всего несут всегда. Вот это, кстати, это не пиво, это чай. Это шай. Который Лере понравился. Он рисовый и прикольный. Это просто стеклянная лапша. Салат из листьев салата. Это белый кинчи. Это что-то здесь, айсберг, или салата, пусто в этом сладко-майонезном соусе. Видим, что это? Да. Мьонгинамурираво. Ой, вот здесь уже как-то с нас выглядит. Да, соль прям еще очень прикольно жарит. Быстро так. Я раньше тоже любила жарить, сейчас я уже не очень люблю жарить. Ну что, друзья, я уже в аэропорту. Здесь парковка подземная, чтобы можно было удобно. А, кстати, почему подземная в этот раз? Мы же обычно на улице всегда парковались. А, дождь на улице. Понятно. Просто если с улицы, то там близко вот так вот через светофор прошел, и уже ты зашел к терминалу. А здесь по входу я что-то первый раз буду. Да. Дождина. Плюс еще на улице очень темно. Ну, потому что 6 утра. Сейчас я, кстати, скажу, сколько мы ехали. А, ну почти 7 утра. Вот. И все равно темно. Так, вот этот чемодан я купила. Он такой вообще очень классный. Вот этот чемодан. Вот этот чемодан у меня был. И это моя ручная кладь. Она тоже огромная. Просто капец. И вот здесь, кстати, внутри еще маленький вот такой чемодан. Матрешка там. Вот. Потому что, чтобы я его не носила с собой. Чтобы мне не было тяжело. В Корее очень большие парковки, поэтому легко можно потерять машину. Всегда советую фотографируйте парковочные места. Потому что у нас уже было пару раз, в том числе и в аэропорту здесь, у Вики с Колей была ситуация. Давай. Что машину теряли. Но благо здесь можно по камерам, по номеру машины найти. И вам скажут, на каком месте даже стоит машина. Хотя здесь где камеры? Вот я не вижу. Над самой парковочной зоной же нету камер над каждым местом. Как они это определяют? Не знаю. До чего техника дошла? Сколько раз вот пыталась высмотреть вот здесь вот? Ну нету камер. Уже они какие-то маленькие. А здесь же еще такая система есть в автомате. Вбиваешь номер, и он тебе показывает место машины. Вот, я и говорю. Как это происходит, непонятно. Ой, прохладно, прохладно сегодня. Здесь даже вот так посмотреть. Видишь, камера не висит. Ну? Ну? Кстати, лифт будет на корейском элебейту. И что прикольно, знаете, постоянно мне смешно, когда корейцам говоришь, допустим, какую-то там вещь, звучание, там английское название какое-то, они с первого раза не понимают. Например, я сказала в бутике Луи Виттон, дайте, пожалуйста, там сумочку мне, метисе почета будет на корейском. Метисе почета. На корейском это метисе почета. Она не поняла, а потом говорит, метисы почета? Я говорю, ну да. А я еще и по-другому как-то сказала, или что. Надо поднять. Что-то какая-то проблемка у нас тут. О, все. Так. Вот так вот выглядит улица там. Видите? Несмотря на то, что день на прибыль пошел, но все равно темно. Так. Моего рейса даже еще пока на табло нет. Но он сейчас уже появится с минутки на минутку. Аэропорт здесь очень большой. Поэтому совет вам. Приезжайте пораньше. Если вы что-то не успели купить там в бутиках из люкса, то здесь тоже есть бутики эти, когда пройдете в зеленую зону. Так что можете и здесь пошопиться, погулять. Так, друзья, Николай мне помог вернуть мой налог. Там пришлось покрутиться, повертеться. Но все получилось. Сумма круглая. Вот. И сейчас уже Николай меня проводит и поедет уже по своим делам. Так что подписывайтесь на его канал. Как я уже сказала. Ссылка в описании. И смотрите его влоги. Ну что, друзья, все оформили. Все покупки проверили. Если вы возьмете с собой люксовые покупки в ручном платье, то их будут проверять непосредственно перед посадкой. Я не хотела брать это с собой. Ну, сами понимаете, это тащить, это вообще, это очень много там покупок. Поэтому вы сначала идете либо же, ну, пикаете, получается, свои чеки, либо идете, регистрируетесь на рейс. Вам отдают паспорт, вы идете в проверочную зону и уже после этого снова возвращаетесь на стойку регистрации. Ой, это прикольно. Здесь я гуляла. А вот, кстати говоря, бутики. Вот видите, квартира, луи-виттон, многие разные есть здесь бутики. Но это только часть с этой стороны. Там еще, естественно, дальше есть и миддл-маркетов бутики, если кому люкс не нужен. И можно также здесь поесть. Но не думайте, что здесь вкусно. Здесь вообще никогда не бывает вкусно. Гуччи, если вдруг вы что-то не купили. Так, ну что, друзья, мы присели в кафешку, где кофе и такие сырные стики-палочки. По традиции перед отлетом мы берем, чтобы перекусить, но когда аппетита нет. Вот. Раньше ходили в лотерию, это здесь тоже типа KFC. Ну, после того, как-то, я не знаю, отворотила однажды от этой еды быстро углеводной. Хотя стики тоже такие, но они хотя бы полегче. Больше туда не ходим. Вот. Можно там внутри посидеть, но мы решили посидеть здесь с видом на очереди. Ой, я смотрю фотки вот эти, которые сделала прямо перед выходом сейчас из дома с малышом и уже скучаю. Представляете, он такой вот малышочек, такой он маленький. Только он у меня на ручках спал. Каждый день я его убаюкивала. Он уже таким маленьким не будет. Но ничего. Такой прикольный вообще. Видите? А вот, собственно, и кофеек Николай со стиками. Давай ты хот-дог съешь. Постоянно хотят они меня накормить. Я уже здесь вес набрала, вообще не знаю как. еще знает, что я люблю острый и взял мне хот-дог с перцем халапеньо. Нормально? Что, вкусно? Не такая гадость. Что скажешь, Николай? По поводу. Каково это быть отцом двоих детей? Это счастье, которое может иметь человечество. Да, я согласна. Что может быть еще ценнее, чем иметь детей? Деньги. Ну, за деньги всегда можно заработать. Бывает же такое, что денег дофига, а детей нифига. Да, богатые тоже плачут. И счастье это вообще отдельная категория, в которой нужно работать. Я это тоже поняла относительно недавно в своей жизни. Просто вот раньше еще лет, не знаю, 10 назад мне казалось, ну, были бы деньги, все проблемы бы решились. На самом деле это не так. Но сейчас я что хотела сказать, я посчитала сумму налога, которая мне вернется, и вы представляете, я просто, ну, я иногда так чисто цифрки считаю, анализирую, что там было 5 лет назад, 6 лет назад, когда я там точно так же могла путешествовать. Я поняла, что я могла потратить в целом, только себе позволить, ту сумму, хотя и тогда это для меня были огромные суммы. Сумму налога, которую я сейчас возвращаю, это в целом мой шопинг мог составить только на эту сумму, и то это било очень сильно по карману. А сейчас я просто вернула такую же сумму налога. Это вообще, ну, это прикольно, это круто. Работать тоже нужно. Кстати, вкусно. И знаете, сейчас общаемся с Колей и пришли к выводу, что такая вот мысль очень прикольная, сейчас объясню. Очень часто, я думаю, вы сами видели в интернете и даже на моих каналах комментарии, что вот, блогеры там ничего не делают и просто могут себе позволить там путешествовать что-то. Типа, почему шахтерам так не платят, почему учителям так не платят, почему не платят врачам столько денег. Типа, даже вот посмотреть под любым, под любым роликом с какой-нибудь там знаменитостью, да, обязательно захейтят и скажут, что лучше бы учителям зарплату подняли. Но вот в Корее, например, одни из самых высокооплачиваемых профессий это врач и учитель. Ну, еще перед ними есть там судья, прокурор и так далее, вот эти вот должности. Но если взять именно социального формата, то есть это врач и учитель, здесь высокооплачиваемые профессии, то есть все стремятся ими стать. И это что получается? Это значит, не блогеры виноваты, это по сути, не к блогерам вопросы все. Да? Ну да. Видите, как мысль какая пришла? Ну что, друзья, что-то на паспортном контроле очень много было людей. Я уже получила свой налоговый вычет и у меня есть всего 15 минут через что погулять до посадки. Вот, хочу сейчас зайти в ловитон, посмотреть сумочку, будет ли оно в наличии. Я так, на запасик подумала, если что, возьму ей здесь. Если не будет, то не буду брать. Возьму следующий раз. Так, ну что, посмотрела, нужного цвета сумочки нет, потому что она почти везде солдат. Ну, я так подумала, карман целей будет, уже хватит этот раз шопинга мне сносить бы те сумки, которые я купила до этого. Так что, иду уже на посадку. Кстати, здесь очень хороший курс оказался. Я сейчас Вике написала, что вот столько там мне вернули налога по такому-то курсу я взяла в долларах. Она говорит, и курс классный, и сумму хорошую получилось вернуть. Какая красота! Вчера перед вылетом Каролина попросила меня купить ей вот такой ким, который едят с рисом, он очень вкусный, а у меня не было времени, я не знала, поместиться или нет в мой багаж. Я не купила в магазине, поэтому решила взять здесь, в аэропорте, в аэропорту. Выходит, конечно, естественно, здесь все дороже, но зато я спокойно могу повезти, и мне хватает места для этого. Это ким с рисом вообще просто пушка-бомба. Я думала сначала взять побольше пачек, а потом подумала, ну как мне это все нести тоже. Ой, всегда ворота у меня в конце и где-то. До них еще нужно идти очень много. Сейчас расскажу вам одну историю, если я успею. Но я ее уже рассказывала в своем телеграм-канале, так что мои подписчики из телеграм-канала знают, конечно же. Так что, если вы не подписаны еще на мой телеграм-канал, то советую вам подписаться на него, ссылка под каждым влогом, там обсуждаем всякие такие темы, там контент выходит тоже постоянно, так что подписывайтесь туда тоже. что, друзья, я уже в аэропорту в Ташкенте. У меня здесь пересадка снова 4 часа 55 минут. В этот раз я решила в город не выходить, потому что и так рейс из Сеула задержали там на полчаса, плюс ко всему пока туда-сюда не хочу эти состояния менять, плюс у меня нет связи. потому что новый айфон нужно регистрировать в течение 30 дней, а в прошлый раз я это не сделала, когда у меня была здесь пересадка, и, соответственно, сейчас я это буду пытаться делать, и все, почитаю книжку, наверное, гулять здесь особо негде. Если и то удастся мне поймать Wi-Fi, я постараюсь, конечно, зарегистрировать айфон, потому что это супер неудобно. во время полета просто это какой-то трэш, рядом со мной сидящий то ли спереди, то ли сзади какой-то мужчина или кто, я не знаю, постоянно портил воздух. И знаете, что в конце сделал? Туалет на воду еще кто-то брызнул, прям вот замкнутое помещение, несколько пшиков, у меня просто голова разболелась. Я, конечно, понимаю, что некоторые вещи нельзя контролировать, но, блин, портить воздух всем вокруг в самолете это too much. Это новый корпус в аэропорте, я так поняла, там новый туалет, сейчас нужно найти Wi-Fi. Не получилось у меня зарегистрироваться в замкнутый круг. Должна прийти смс, а смс не придет, потому что айфон, собственно, не активировал. И все. Был Wi-Fi, и Wi-Fi тоже отключили, смс, стали поступать на российскую инфляцию, поэтому без Wi-Fi, без ничего уже вообще это просто очень круто. Еще и задерживается до 19.30 у меня рейс. Офигеть просто. Так, друзья, мне удалось подключиться к Wi-Fi, классная новость. Оказывается, здесь в Дьюти Фри работает моя подписчица, она меня узнала, подошла ко мне, мы с ней очень круто пообщались, и она меня подключила через свой местный номер, хотя у меня тоже местный номер есть, но туда смски же не приходят, она подключила меня к своему Wi-Fi, еще подсказала, в каких кафе здесь есть Wi-Fi, если вдруг тот не будет работать. И, в общем, я такая довольная, купила себе кофеек, теперь мое время препровождение будет здесь намного ярче, за что огромное спасибо моим подписчицам, потому что, ну, блин, без интернета я жить не могу. И я, на самом деле, очень рада, когда везде-везде встречаю своих зрителей, и в Корее, и в Сеуле, в центре тоже, везде, куда бы я ни полетела, это очень приятно. Вот. Я подумала, что сейчас, может быть, куплю себе солнцезащитные средства, но вспомнила, что они, оказывается, у меня есть, и в достаточно таком большом количестве. Вот. Почему солнцезащитные? Потому что я здесь увидела бренд, который я обычно покупаю, и здесь все есть. Но потом подумала, вот, все это нести не хочу. А солнцезащитные мне нужны будут, потому что я после прилета домой в Москву улетаю потом, ну, достаточно быстро. Вот. Отдыхать и расслабляться. Сейчас покажем, что там за окном. Самолет. Все здесь достаточно так уютно стало. Это, кстати, моя подписчица тоже обратила на это внимание. Я тоже. Я вам уже говорила, что там появились и туалеты такие достаточно чистые, и кофейни, и кофе мне подсказала, где достаточно вкусно готовят. В общем, замечательно. Когда свои люди есть абсолютно везде, это очень, очень приятно. Правда, я от цены отвыкла. Я сначала думала заплатить в долларах. Потом такая, вспомнила, что у меня есть местная карта в сумах. То есть я как раз, когда летела в Корею, при пересадке своей, я закинула как раз туда деньги. И я такая, думаю, оплачу ей, мне дают чек, а там 64 тысячи стоит кофе. А я сходу не сообразила. Я говорю, а 64 тысячи, это сколько у нас? Ну, это почти 5 долларов. Мне говорю, это дорого или нет? Ну, нормально, парни, сказали, типа, за кофе. Вот. Ну, потому что для меня, блин, сумма что-то, вот с этими разными валютами постоянно то туда, то сюда. Переключаться, это очень сложно. То же самое, что и переключаться между часовыми поясами. Кстати, знаете, историю. Вот. Расскажу сейчас, пока у меня есть время на это. Собственно, я выкладывала вакансию на своего личного помощника в Москве. То есть мне нужен человек, который будет постоянно со мной, мне помогать абсолютно во всем. И выкладывала, значит, эту вакансию в своем телеграм-канале, в ютубе, в сообществе. Те, кто на мой телеграм, опять же-таки, не подписан, наверное, скорее всего, это пропустили. И, значит, приходит ко мне отклик, кандидат, 15 лет опыта, ну, вообще, работы в этой сфере, в идеале, там, английский, что-то, жила в США. Я захожу, значит, в профиле этого человека, а это мой самый преданный хейтер. Чтобы вы понимали, я всегда запоминаю тех людей, которые постоянно меня комментируют, которые пишут мне сообщения в директе, причем, как хороших людей, всегда запоминаю, ну, и плохих. Ну, вот так сложилось, что у меня очень хорошая память. Я всегда запоминаю никнеймы, всегда могу запомнить аватарку человека. К тому же, ну, я вот с этим связана, и поэтому зрительная память у меня, как бы, классная. И, более того, на ютубе есть такая функция, что когда ты нажимаешь на канал человека, который тебе оставил, либо комментарий, либо еще что-либо, и там можно посмотреть, какие сообщения вообще данный человек писал тебе за все это время существования, как бы, ну, подписки на твой канал. я сразу, во-первых, по аватарке поняла, что этот человек, во-первых, самый мой преданный хейтер, столько оскорблений, столько каких-то непонятных, я не знаю, клевещущих на меня фактов было, ею написано, какие-то, знаете, оскорбления не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи, моих родных. Этот человек просто, он настолько, я не знаю, вот можно назвать даже, как сталкер, следил, но я никогда, людей там, допустим, не баню до определенного периода, да, то есть, если человек смотрит так, настолько меня любит, настолько, скажем так, преданный, то думаю, пусть смотрит, окей. И на что человек надеется? Хочет работать в моей команде, хочет работать со мной, и думает, что я не помню, что ли, или что, но интернет же помнит все, это на самом деле, просто хотела рассказать вам такую ситуацию, вот, насколько могут быть люди лицемерны и опасны даже в какой-то степени рядом с нами, которые находятся, и обязательно нужно всегда проверять, вот, и второй момент, я хотела сказать, что я, например, никогда вторых шансов людям не даю, это может относиться и дружеских отношений, и личных отношений, и еще чего-то, то есть у меня даже есть такое правило, из бана нет возврата, то есть если я отправляю человека в бан, неважно, это я сделала у себя здесь в голове, или на самом деле где-то отправила в бан, я никогда человека не верну оттуда, в свою жизнь, почему, потому что просто так в бан я не отправляю, я очень долго терплю, очень долго прощаю многое, что, но если человека я решила вычеркнуть из своей жизни, то все, это окончательно и бесповоротно, и это работает у меня во всех областях моей жизни, и это очень правильно, ну что, друзья, как вы видите, уже стемнело, это тот самый самолет, на котором, скорее всего, я полечу, поэтому все, дальше уже, когда прилечу в Москву, там уже будет поздно, не буду, наверное, там ничего снимать уже, поеду домой, там уже 12 ночи будет, когда я домой вернусь, вот, неплохое получилось путешествие, время в аэропорту летит очень быстро, поэтому, вот сидя с интернетом, здесь я сейчас часочек с Викой поболтала, в запрещенной соцсети, выложила сториз, там пока туда-сюда, и все, собственно, вот, так что буду заканчивать на этом влог, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на Викинг канал, на Колинг канал, ссылки будут в описании под этим влогом, смотрите их влоги тоже, и увидимся с вами уже в Москве, с московскими влогами, вот, всем удачи, и всем пока-пока!